Продолжение следует... Продолжение следует... Девиантность как социальное явление реакции общества на нее изучает социологию, а вот индивидуальная девиация психология. То есть девиация может быть и общественность, когда целая масса включается. Например, в классе один активный ребенок, слишком активный, вдруг настраивает целый класс таким образом, что часть детей образуется две команды. Вот это уже девиация, которая изучает социологию. Но все начинается с психологии, с одной личности. Любая девиация всегда начинается с одного человека, который еще и владеет лидерскими способностями. Если это не лидерские, то ничего. Итак, девиация бывает отрицательная. Это как появляется? Уголовная преступность, алкоголизм, наркомания, проституция, азартные игры. Это психическое растворство. Она может привести даже к самоубийству, террористическим каким-то явлениям и вандализм. Так, и бывает девиация положительная. Это самопожертвование и героизм. Представляете, ведь это тоже девиация. Вот эти положительные явления, сверхтрудолюбие, обостренное чувство жалости, гениальность, умственные способности и талант. Это тоже девиация. Вот мы видим двух ярких личностей российской литературы. Это Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Лермонтов. Они в детстве тоже проявляли неординарные какие-то явления. Например, Пушкин был очень дерзок, шаловлив. А Михаил Лермонтов настолько был умен. У него в доме была такая богатая библиотека, которой не владели учителя. И его называли «выскочкой», потому что он высказывал свои мнения. Но при этом он был не просто гениальным литератором, но и очень талантливым художником. При своей недолгой жизни он ставил очень интересное художественное наследие, о котором мы мало знаем. Просто его поэтическое и писательское творчество было намного ярче. Но эти люди в детстве были, ну, так скажем, малоуправляемыми. Следующий, вот опять же известные люди с девиации, это Бетковин. Учитель его считал абсолютно бездарным, потому что он общий предмет и так себе. А его интересовала музыка и, возможно, музыка в своем виде. А вот отец у Гюстера Родена тоже считал, у меня сын идиот, он трижды не поступил в школу искусств. Оставил яркий след в истории, в творчестве. Друзья мои, я говорю быстро, чтобы не очень сильно занимать ваше время, потому что вы долго ждали. Вам как такой темп речи? Нормально? То, что быстро говорю. Итак, причины девиации бывают вновь. Рассмотрим некоторые. Ага, отлично. Это, кстати, Павел Юрьевич, огромное вам спасибо, что продержали. Занимали это время, пока я приходила. Итак, неблагополучная обстановка в семье. Это может быть неполная семья или конфликтная, где постоянные ссоры, споры. Причем даже с виду, вот конфликтная семья может быть очень благополучной. Там отец хорошо зарабатывает, но ни во что не ставит маму. Или наоборот, мама зарабатывает при этом, папа, и в семье проявляются какие-то конфликтные ситуации. Это пищи родителей наркоманы, родители с криминальными паразитирующим образом, излишняя строгость и контроль, безразличие, расплывчатые правила и границы, когда непонятно, вот что разрешается, что не разрешается. Вот эти вещи. Если взять безразличие, то смотрите, самое интересное. Вот у наших писателей, мы нигде не читали, что у него были любящие родители. У Пушкина и Лермонтова тоже оставили на попечение бабушки. Но у них были, у одного была няня, а у другого была бабушка, которая заботилась о них. И при том, что они проявляли какие-то неприемлемые поведения, ну, девиацию, непривычное, так как должно быть статно, так хорошо, послушно. Они не вели себя так. Но в итоге стали они гениальными. Обратите внимание на эту мелочь, которая абсолютно не мелочь, очень важная. У каждого из них был человек, который любил и верил, безусловно любил. И следующая причина девиации – это неблагоприятная обстановка в школе. Это могут быть сложности в обучении. Ребёнок пропустил несколько уроков, потом пришёл, он не понял что-то, учитель ругает его, или он считает себя ущемлённым, и пытается вызвать внимание, авторитет к себе какими-то репликами. Потом постепенно это переходит. Он один раз это сделал, у него получилось. Ага, он получил реакцию. И дальше, как снежный ком нарастает, он это поведение повторяет. Дальше предвзятые отношения учителя. К сожалению, очень распространённая вещь. Учитель пришёл в класс, там сказали, что вот этот ребёнок плохо себя ведёт, или наоборот, на первом занятии что-то пошло не так, он поставил ярлыки на всех, это удобно. Это на самом деле менее энергозатратно, когда ты решил, что человек такой. Но люди изменяются, а дети тем более. И это может привести к девиации. Да, у него один день было плохое настроение, он как-то не так себя вёл. Не надо всё время на него таким образом смотреть. Здесь, знаешь, что нам лечит? Лечит методика Шалве Амунашвили дорисовывания. Мы дорисовываем его идеальный образ. Как мы можем этого ребёнка сделать так, чтобы он не пошёл в девиацию? Если в ситуации с домашними проблемами мы не можем повлиять на эту ситуацию, это дома или косвенно как-то поговорив с родителем, но здесь то, что в школе, непосредственно мы можем учителя на это влиять. И что мы делаем? Просто видим в нём лучшее и начинаем его показывать, его наилучший образ. И ребёнок постепенно подстраивается под это. Следующее – это конфликты со сверстниками. И самое интересное. Я часто замечала, и дети очень жалуются на то, что получается. Тот, кто заводил конфликты, он всегда остаётся в тени. Он такой хорошенький, тихенький, пошёл сбоку, немножко подтолкнул, а тот другой закричал, заорал, показал яркую реакцию. Кто получит по шапке? Тот, кто сильно поднял голос, а тот, кто был в тени, он остался также в тени. Он тихий, спокойный, нормальный. А на самом деле скрытая девиация у того, кто остался безнаказанным. И что получается? Что делать? Всех наказывать. А лучше никого не наказывать. Потому что проблемы с наказанием очень сложные. Можно попробовать разъяснить ситуацию, исправить ситуацию. Ситуации бывают очень разные. Я сейчас не буду об этом рассказывать, потому что вы сами знаете. Но наша задача дать детям такую возможность исправить ситуацию, которую они нарушили. Это они не будут воспринимать как унижение, как излишняя власть над собой и как наказание. Так, я вижу, тут очень большой комментарий пошёл. Я почитаю, а можно ли вообще говорить, что воспитание напрямую влияет на личность человека? Конечно, воспитание напрямую влияет. Смотрите, есть организм человека. Здесь мы прокатала. Вернём наш слайд там, где он был. Так, и кажется, есть некая личность предрасположена к девиации. У кого-то родители нищие, их любят и уважают. Смотрите, у ребёнка может быть ярко выраженная личность. И ему школьные границы очень малы. Школа создаёт определённые границы. Вот это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. Но между чёрным и белым есть градация оттенков. И ребёнок может выходить за грани этих оттенков. Если ему не дают высказаться, да, у него может возникнуть девиация. И сказать, что нищета и так далее, я бы не всегда это сказала. Потому что в такой, даже дети иногда в таких семьях, если их любят, я бы сказала о нищете духовной. Если их любят, то они получают всё тепло. Я, например, знаю одну семью, где доход семьи более 300-400 тысяч в месяц. И они единственному ребёнку не оплатили в институт, а выбрали нелюбимую профессию, где он может бесплатно учиться. И другую семью многодетную, где трое детей, оплатите 200 тысяч ежемесячно, когда у них доходы 40-50 тысяч. То есть они находят способы здесь экономить, здесь делать, но дать детям своём высшее образование. Что здесь проявляется? Любовь. То есть финансовое состояние семьи, оно проявляется в том, как распределяются эти финансы внутри семьи. Та семья предпочла ежегодно ездить на Доминикану отдыхать, не по меня, где-нибудь подешевле, поменьше, но не платить ребёнку за обучение. А другая семья подумала, что ребёнку нужно образование в любимой профессии, в той, которую он выбрал. Любовь. Всё играет любовь. Так, и здесь незнание правил. Новый ребёнок пришёл в новый класс. У этого класса своя обстановка, свои правила, а он не знает эти правила. Он просто не в курсе. И получается, что он нарушает их. Поэтому правила, которые есть у школы, у класса, они должны быть чёткими, понятными, и надо всех информировать о них. Значит, отклонение. Бывают причины. Девяйцы ещё это отклонение здоровья. Это травмы перинатального периода. Какие могут быть травмы? Очень могут быть неявными. Например, страх. Какой-то страх, который пережила мама. Явно это на ребёнке не выражается, но вдруг услышит какой-то шум, звуковой шум. Он может реагировать на это неадекватным способом. Или происходит какое-то явление, на которое все дети нормально реагируют, а вот один как-то неспецифическим образом. Это заработал пусковой механизм, который разбудил травму, может быть, перинатального периода. Бывают химические отравления. Это связано с едой. Сейчас еда есть очень нездоровая. И кроме еды, лекарственные какие-то моменты, запахи. В комнате очень много сейчас мебели, химикатов. Эти химикаты тоже могут вызвать какие-то физические боли. И в результате ребёнок пытается как-то эти боли перебороть другими способами. Возрастные кризисы. Возрастные кризисы, мы о них поговорим более подробно, потому что они присущи всем детям. А теперь давайте посмотрим. Когда проявляется конфликт, а девиация вызывает конфликт. Потому что все, что получается, вроде так должно быть, а кто-то делает не так, как мы думаем, как нам кажется, должно бы быть. И здесь участвуют четыре стороны. Ребёнок, родители, сверстники, учителя. Конфликт может быть между двумя. Но так или иначе он влияет на всех участников. И как развивается девятное поведение? Ну, постепенно. Вначале ребёнку не хватает в любви. Он пытается заслужить эту любовь своими какими-то неуверенными движениями и делает ошибки. Из-за ошибок у него окружающий перестаёт его уважать. Он чувствует, что его не уважает. Он сам себя не уважает, потому что допустил какие-то ошибки. То есть у окружающих перешло на самоуважение, нехватка самоуважения. Дальше проявляется физическая боль, потому что как только у человека понижается эмоциональное состояние, у него начинает болеть внутри что-то и проявляется физическая боль. Падает энергия и проявляется организм где-то требует найти эту энергию и не контролируется. Или её становится слишком много, потому что должна же выразиться. Вот адреналин как вырабатывается? Это вырабатывается энергией для того, чтобы человек мог справиться с каким-то сложным ситуацией. То есть вот сложные ситуации, которые образовались в результате нехватки энергии, создают импульсивные энергии, которые не контролируются. Но изначально, обратите внимание, первый пункт – это нехватка любви. Следующее, о чём мы поговорим, это правила и границы. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И что получается? Когда каждый человек, когда это постулируем в классе, ты свободен, пока не помешал кому-то. Он свободен, пока не помешал тебе и ещё другому. И этот закон, который должны использовать абсолютно все, если один мешает другому, он переходит его границы, границы его защитные. И вот постулируют, вот такое правило очень важно, потому что на самом деле все мы нуждаемся в чём? В свободе. И свобода и уважение взаимосвязаны. Следующее, опять же, важное правило, которое мы детям можем учить, это что посеешь, то и пожнёшь. Если ты проявляешь уважение к другим, рано или поздно они проявят уважение к тебе. Если ты пренебрегаешь, то найдётся кто-то, не те самые, а другие, которые будут пренебрегать тобой. Если ты отдаёшь внимание и заботу, то кто-то позаботится о тебе. И это естественно, потому что это механизм. Что нужно сделать в таком случае? Например, очень активного девиантного ребёнка вы ставите, главное, даёте какое-нибудь поручение, чтобы он помог кому-то. Может быть, ученику из другого класса помладше или кого-то слабого. Если он силён, то мы позволяем ему помочь слабому. И что получается? У него выходит энергия, он получает власть, и за счёт этой власти и ответственности он чувствует себя самодостаточным. К нему возвращается уважение, к нему возвращается самоуважение. А этот человек, которому он помог, отдаёт ему любовь. И смотрите, каким-то образом мы прокрутили, чтобы этот ребёнок получил любовь. Если он получает любовь, то дивидиация перестаёт быть отрицательной. Он хочет быть особенным. Так пусть будет особенным в положительном русле. Возрастные кризисы. С чем они связаны? Это бывают этапы, обычные этапы развития мозга ребёнка, потому что организм растёт. И гормональный всплеск тоже входит в этот этап. И гормональный всплеск в подростковом возрасте, он очень сильный. У детей, что получается, в 12-13 лет они начинают активно расти. Причём руки, ноги непропорционально длинные по отношению к телу. Кто-то худенький, кто-то наоборот полнеет. И, кстати, каждый из этих имеет определённый диагноз. Кто слишком тщедушный, у него, возможно, есть синдром избегания. А тот, кто полный, он чего-то стыдится, боится. И вот эта энергия накапливается. Постепенно это, конечно, пройдёт, это будет регулироваться. Но из-за этих вещей они всё время недовольны своей внешностью. В большинстве случаев, если этот ребёнок, который, как его называют, ботаник, сосредоточен на обучении, он может не обращать на это внимание. Для него это не является ценностью. Или, наоборот, ценность он боится, поэтому откладывает его куда-то далеко в своём подсознании, чтобы не вернуться к тому, что он не так выглядит, у него глаза не такие, он очки носит. У него вот эти... Вот в этом возрасте, в 12-13 лет, очень, с 12 по 15 лет даже, очень важен внешний вид. Но сейчас ценз расширился ещё больше. От пяти лет. Почему? Потому что реклама. Реклама влияет на то, как люди оценивают себя. Всем кажется, ну не всем, давайте не будем говорить, большинству, что они не такие, как надо. Итак, смотрим. Тут большая градация. От 16 до 12 лет и от 12 до 20 лет. Конечно, в школу они ходят до 17. И так смотрим. Социальная группа от 6 до 12 лет это школа и соседи. Их задача развития организма научиться учиться. Смотрите, не просто учиться, а научиться учиться. И у них возникает вопрос, могу ли я стать настолько умелым, чтобы выжить и приспособиться к миру. У них это и вот тонкой нитью в сознании, в подсознании это идёт. Они всё время пробуют. А у меня получай, а я смогу. И из-за этого у них большая страсть к обучению. Может, сейчас многие скажут, ой, они не к обучению, они не любят учиться. Знаете что? Да, они очень любят учиться, но, возможно, не тому, что учит школа. Почему? Потому что они хотят быть особенными, потому что они видят нечто другое. То есть, то, что их зацепило, заинтересовало, они этому хотят учиться. С 12 до 16 лет идёт отрочество и юность, и их интересуют больше. Сверстники, школа, родители отходят на второй план. Смотрите, вы скажете, где родители? До 6 лет главная ценность, до 6-7 лет это главная ценность родителей. А когда они пошли в школу, они начинают себя, свою семью, своих родителей сравнивать с другими. А с 12 лет они начинают себя сравнивать с другими. И здесь важно им обретение эгоидентичности. Поэтому именно в этом возрасте, в 6-м, 7-м, 8-м классе мы видим, когда хорохорятся, грубо отвечают учителю. Почему? Потому что им важно проявить своё эго. Это энергия, которая накоплена. Или каким-то своеобразным одеваться в своеобразной манере. Когда мы не разрешаем детей одеваться свободно, в костюм, в галстук и так далее, с одной стороны, мы хотим их привести к определенным рамкам. С другой стороны, школьный костюм, в школе одевать костюм с галстуком очень непрактично с точки зрения детей, потому что в переменах они бегают, прыгают, они скачут. Это им нужно. Если они не бегают, не прыгают, значит, они сидят в телефоне, если они сидят в интернете, то да, конечно, им костюм вполне подойдет, но для детей вполне более естественно, когда они активно двигаются. И поэтому вот в этом возрасте для них важно понять свои убеждения, их высказывать, отстаивать свои взгляды и позиции. Почему? Потому что это главнейший навык, который детям нужен во взрослой жизни. В чем же задача учителя? Научить это делать корректно, правильно. Итак, если у ребенка положительные социальные условия в возрасте 6-12 лет, то есть он систематически учится, его воспитывает, у него хорошие примеры для подражания, его уважают в семье, в школе у него есть друзья, он общается нормально, у него появляется уверенность в себе, овладение знаниями и умениями. Такие дети меньше обижаются. Когда у человека внутренний стержень крепкий, он как Ванька-неваляшка, да, игрушка, можно его толкать сверху, снизу, а он стоит, внутренний стержень, он эмоционально стабилен. Почему? Потому что у него накопился заряд любви, энергии. Идем дальше. А если отрицательные условия? Плохое обучение. Кстати, плохое обучение иногда может начаться с одной непонятой темы. Он не понял, не сделал, а дальше пошло, 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 потом он перестал верить в себя. Следующее, это социально-экономическое положение у других. Одежду лучше, телефоны круче. если это на него, для него значимо, на него это давлеет, да, почему у других родителей такие, а у меня такие. Да, это может быть. Но когда возникает такое ощущение у ребенка, когда нет контакта с родителями, уважительного контакта, если внутри семей, внутри окружающих и взрослых, и сверстников есть уважение, тогда все хорошо, что мы, как мы можем этому ребенку помочь? Сделать так, чтобы в классе было уважение к личности, а не к антуражу, не к внешним атрибутам, а к его личности. Позволить ему ярко проявиться в одной маленькой сфере. Этого достаточно. Он хорошо рисует. Давайте будем давать ему стен газету рисовать или что-то. и его хвалим за это. Что получается? Он получает достаточную степень уважения. И это нивелирует девиация, он не становится девиатом. Отсутствие руководства и поддержки. Возникла ситуация, никто его не поддерживает, его ругает. Почему ты так сделал? Никто не согласился. Почему у тебя так получилось? Могу я тебе помочь? Чем можно помочь? Как можешь ты вырулить эту ситуацию? Задавать простые вопросы, которые помогают человеку решить, а что было до того? А что можно сделать еще? И в результате неполноценность, неверие в свои силы и конфликтные ситуации, о которых мы с вами и говорим. уже возраст постарше с 12 лет положительные социальные условия, это что? Внутренняя устойчивость. Уже за предыдущие годы накопилась некоторая внутренняя устойчивость. И это дает наличие однозначных половых моделей, когда он четко знает, что хочет, чего хочет, какие девушки ему нравятся, какие мальчики ей нравятся, когда есть преемственность, есть примеры для подражания, положительная обратная связь, когда у него внутреннее спокойствие. Человеку очень удобно, когда он знает, вот это хорошо, а вот так лучше не надо делать. даже не важно, что это плохо, а он знает, что является хорошо, что вообще полезно. И тогда он обретает свою я, верность себе, он начинает уважать себя, проявляет верность к себе, к своим желаниям, к своим задачам, целям, и получает признание со стороны людей. Так, я вижу, тут задали вопрос. В чате был вопрос, потом убрался, жаль, а я собиралась его почитать. Хорошо, идем дальше. Уровни сознания Дэвида Кокинса. Дэвид Кокинс очень интересный ученый, вот есть некоторые таблицы, некоторые знания, которые в любой вебинар, в любой тренинг, там, где идет про отношения между людьми, его можно ставить, он просто универсальный. И что мы видим тут? Значит, в первой графе у нас уровни сознания, во втором количество баллов, которые оценятся, и уровни счастья. Смотрите, когда ребенок находится в позоре, вине апатии, горе, это пассивная девиация, это те дети, которые сидят за последней партой, они тихо, спокойно сидят, с ними никто не общается, и очень часто, вот когда проявляется буллинг, по отношению к ним и проявляется буллинг по отношению к таким детям. В жо, вот этой бежевой графе, где страх, желание, гнев и гордость попадают люди с активной, агрессивной девиацией. Из первой группы могут пойти куда? Могут пойти в суицид, могут в одиночество какое-то, нагнетенное состояние, в какой-то момент их надоедает вот это состояние, у них получается взрыв энергии неконтролируемый, и тогда вот те явления, которые агрессия, стрельба в школе, получается у детей, которые долго были в красной зоне. Те, которые в бежевой зоне, да, они активно мешают вам, но от них большого вреда не будет. Но как сделать, чтобы они не были в группе девиации, вот эти нижние, их надо поднять в зеленую зону, в зеленую, что есть, храбрость. Храбрость, когда появляется, когда у человека уверенность в себе, уверенность в том, что он, то, что он делает, это хорошо и положительно, когда он нейтрально относится к другим и имеет позволять другим иметь свои собственные мнения. Мое мнение, я уважаю, мое мнение, я позволяю другому иметь, другое мнение. Готовность решать сложности принятия. Смотрите, по сути, чтобы вывести ребенка из девиации, вам нужно просто привести в то состояние, когда уровень счастья у него больше 55. И какая разница, вот гордость, когда человек гордится, у него 22, а храбрость 55. Смотрите, какая огромная разница в уровне счастья, когда человек появляет храбрость. Или о нейтральность и дальше уже идут ступенчатые. Идем дальше. Какие ошибки допускают учителя в работе с девиацией? Это наказание, они абсолютно бесполезны. Почему? Потому что куда ведет наказание ребенка? Ведет вину, позор. Что он попадает? Он из активной девиации попадает в пассивную девиацию. И тогда, когда у него появятся силы, он перейдет опять же в активную стадию, где будет других видеть. Строгий разговор с родителями. Никакого строгого разговора. Теплый, доверительный может быть. Почему? Потому что часто после строгого разговора с родителем, родители ведут еще более строгий разговор с ребенком. И опять же его бросают в позор и вину. Следующая ошибка это соревнование властью. Так, кто сильнее, я и ты. Будет так, как я сказала. вот это очень часто встречающиеся позиции. Твое мнение не что, я тут учитель, я тут главный, сейчас к директору пойдем и так далее. Вот это соревнование власти, оно ничего не решает. Поэтому из соревнований надо выходить. И что же может делать учитель полезный? Во-первых, проявлять справедливость. С одной стороны, справедливость, а самая большая справедливость, знаете, что это милосердие. Проявление милосердия это высшая справедливость. Разговор по душам. Чтобы проявить справедливость, что надо сделать? Надо разобраться, а разбираемся мы, когда говорим по душам. Ни за что найти, за что можно похвалить ребенка с девиантным поведением. Любые у любого ребенка есть что-то, в чем он хорош, что у него хорошо получается. Похвалить его, что получится? Он поднимется в высокое эмоциональное состояние, и конец девиации. Поддерживать каждое положительное проявление в ребенке, особенно с девиантным поведением. Он сделал что-то хорошее, зацепитесь из-за него. Почему? Потому что ему надо указать не то, что нельзя делать, он это знает, что нельзя делать, поэтому туда и идет. А показать, а что можно делать? Часто дети не поступают хорошо, потому у них нет сценария вот этого хорошего. Поэтому что мы делаем? Мы просто позволяем им почувствовать свою силу. Когда у него будет сила, у него будет что? Храбрый. Приводим примеры положительного девиантного поведения, потому что многие хотят быть уникальными. И тогда биография гениев. Ну, например, Александр Сергеевич Пушкин сбегал с уроков. Знаете, почему? Потому что он писал стихи. Ну, да, плохо, а если вы просто сбегаете, чтобы там курить, ну, это не самое хорошее явление, да? Понимаете, побег с урока вроде бы плохое явление, но мы придаем ему осмысленность. Но все-таки лучше, если вы будете приходить. Что мы делаем? Даем направление. Да, ребенок устает, они убегать все равно будут. Хотите, не хотите, это часть детской жизни, это такой азарт. Если вы сейчас вспомните свое детство, наверное, самые яркие минуты вашего детства были именно те, которые нарушали общепринятые законы и убегали с уроков. У меня это так. Есть такие минуты, когда мы убегали с уроков. О, это целая эпопея была. Детям нужна такая память. Хотим мы этого или нет, но из этого устроена наша жизнь. Так сделайте так, чтобы они ходили не курить в подворотню, а какое-нибудь хорошее место или за чем-то другим. Следующее, поручить ответственное дело какое-нибудь. Дать ответственность, это позволит ему чувствовать уверенным, уважение почувствовать к себе. Во-первых, он увидит, что вы его уважаете. И вот это ответственное дело должно быть посильным. Если вы дадите слишком сложное задание, с которым он не справится, тогда вы добьетесь обратного результата. Поэтому при, когда даете ответственность, еще и говорите, что он может обратиться за советом. за помощью. Если будут сложности, приди, я скажу тебе, как это сделать. Рассказать о правилах и объяснить, почему важно соблюдать их. Например, моя свобода заканчивается там, где начинается ваша свобода. Это потрясающее правило. И, конечно же, развивать в детях ассертивное поведение. Скажу, очень полезное качество и очень неудобное, неприятное для авторитарных педагогов. Если вы авторитарный педагог, который авторитетно держит детей, вам будет очень некомфортно с детьми с ассертивным поведением. Эти дети всегда находятся в высоком эмоциональном состоянии. Итак, что такое ассертивность? Это способность человека не зависеть от внешних влияния оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать от него. Мы в детях выбиваем вот это качество, когда им ставим в школе оценки, потому что они перестают ощущать радость от творчества, а они все время ожидают оценки, пока другие люди будут оценивать их работу. И таким образом очень легко управлять людьми. Но от этого они становятся несчастными. вот в чем суть. А если человек не зависит от внешней оценки, если родители его не ругают за тройки и двойки, тогда он счастлив, тогда он вырастает сильным. Итак, правило ассертивности это принять на себе ответственность за собственное поведение. Не выучил урок, получил тройку, родитель не ругает, учитель не ругает. Да, ты сделал на стойку, получилось стойку. При желании ты можешь спокойно, если ты получил тройку, то ты можешь прекрасно самостоятельно получить и четверку, и пятерку. Почему? Ты ответственен. Не я, учитель, поставила ребенка сверху какую-то оценку. Ты выучил. Как ты думаешь, ты можешь лучше влучить? Да. Ты можешь лучше совершить это действие. Ты можешь сделать так, чтобы какое-то классное собрание, мероприятие хорошо получилось. Прекрасно. И мы никогда не наказываем, а позволяем ему исправить ситуацию, потому что наказание это унижение. А когда человек принимает ответственность и пытается его самостоятельно исправить, тогда это уже у него поднимается что? Уважение, самоуважение. Следующее. Демонстрация самоуважения и уважения к другим людям. Он сам себя уважает и других уважает. Эффективное общение. Чуть позже я подробно расскажу, что такое эффективное общение. Следующее. Демонстрация уверенности и позитивной установки. Что такое позитивная установка? Что бы ни случилось, я найду выход. Умение внимательно слушать и понимать. под это входит что? Иногда задавать вопросы, внимательно слушать, смотреть в лицо, пытаться понять, а что человек сам говорит. И следующий этап, к чему приводит ассертивность, это переговоры, достижение рабочего компромисса или третьей альтернативы. Третья альтернатива это вообще потрясающая вещь. это та ситуация, которую сейчас говорят вин-вин, победа с обоих сторон. При компромиссе каждый отказывается от части своих убеждений, своих целей, и две стороны идут на компромисс, но они наполовину довольны ситуацией. А третья альтернатива это такое решение, которое сто процентов устраивает и меня, и другого человека. Найти третью альтернативу, научить учиться это делать, это великолепно. Но это тема уже отдельно от другого вебинара, этому можно научиться, и это великолепная техника. Основные правила эффективного общения, да какие? Концентрируем внимание на говорящем, на его сообщениях. Когда вы говорите с ребенком, вот разговор по душам очень важен, или просто в классе, вы внимательнее, его слушайте, не перебивая. И когда он вас начнет перебивать, вы тоже позволяя просите пожалуйста выслушай до конца, и я тебя выслушаю. То есть вы определяете правила. Давай договоримся. Мы выслушаем друг друга до конца, а потом будем задавать уточняющие вопросы. Хорошо? Он согласится, если это двухсторонняя договоренность. Следующее. Правильно ли вы поняли, как уточняете, правильно ли вы поняли содержание информации, детали? Задавайте уточняющие вопросы. Следующее. Сообщайте другой стороне в перефразированной форме смысл принятой информации. Я правильно тебя понял, ты хотел, поняла, ты хотел мне это сказать. вот это и есть уточняющие. Он говорит, нет, я имел в виду вот это, потому что давайте будем знать, у каждого вот объемные слова, есть слова, которые имеют большой объем и большой вес, они у каждого свои, свое видение. Возьмем простой, когда вы говорите стол, для кого-то это журнальный маленький стол, для кого-то это огромный стол, где могут человек 15 сесть, для другого письменный стол, для другого это школьная парта, тоже вроде бы стол, за которым он сидит. То есть одно бы слово, одно простое слово, но в голове у каждого своя личная картинка, поэтому надо уточнять эти вопросы, задавать, а правильно ли вы поняли этого человека, что он хочет сказать. Сообщайте другой стороне перефразированное форму, вот эти вопросы, не перебивайте и не давайте советы, не критикуйте, ох, как мы любим давать советы, как мы любим давать оценки, нет, не надо подводить итог, слушайте, и когда слушайте, не отвлекайтесь на подготовку вопроса. Смотрите, самое интересное, что дети учатся не тому, что мы говорим, а тому, как мы это делаем, они зеркальными нейронами считывают эту информацию, они начинают повторять, и вы можете с ними говорить, давай поговорим, и говорить эти правила, и когда вы заранее готовите ответа, отвлекаетесь, его не слушаете, сейчас подумаю, сейчас ему такое скажу, вот, выпускаете информацию, надо собрать полностью информацию, а потом сказать, и добивайтесь, чтобы вас услышали и поняли, соблюдайте корректность, информация, корректность речи, поддерживайте атмосферу доверия, и смотрите глаза в глаза. Интересная вещь, дети-аудиалы, люди-аудиалы, которые больше слушают, они могут смотреть сквозь вас, мимо вас, дети-кинеэстетики будут смотреть вниз, если он кинэстетик, не обязательно заставлять его все время вам смотреть в глаза, а визуалы будут в глаза смотреть, в лицо смотреть, вы проявите со своей стороны полную заинтересованность к нему, и тогда человек научится этому поведению, и он сделает. И правила ассертивного поведения, о чем говорят, каждый человек имеет право выражать свои чувства. Понимаете, он не только может иметь, но и выражать. На первых порах он будет очень ярко выражать, неприятно, может где-то крикнуть, ждем, пока выкрикнул, закончил. Хорошо? Теперь спокойно еще скажи, что ты хотел сказать. Я не совсем доверяю. И вопрос решил. Выражать мнение и убеждение это право любого человека. Он имеет сказать да или нет. Он может иметь право не соглашаться с нашим мнением. Вот поэтому эти дети с сердцевым поведением очень неудобны нам, тем учителям, то есть не нам, а тем учителям, которые авторитарны. Но это нужно для того, чтобы человек был счастлив. Почему? Потому что это и есть правило, когда моя свобода заканчивается там, где начинается ваша свобода. У вас есть свобода иметь свое мнение. У меня тоже есть. Человек имеет право менять мнение, потому что жизнь меняет. Как же ты вчера говорил, да, я поменял свое мнение. Человек имеет право сказать, я не понимаю. Да, он не понимает. Как? Ты что, дурак? Или не прямо говори, он не понимает. Это оскорбительно. Да, я не понимаю. Я не знаю. Дети спросили вас что-то? Признайте, покажите им пример, что вы не знаете. Да, я не знаю. Пожалуйста, напишите в чате, вам, были вы комфортны такие дети, которые ведут себя таким образом? Друзья, презентацию я сделаю доступной, она будет доступной, вы можете скачать презентацию в том числе. Да, это нормально, верно, это на самом деле это нормально, это так и должно быть, потому что не накапливается внутренняя энергия агрессии, которая вырвется потом. И следующее правило, любой человек имеет право быть самим собой и не подстраиваться под других, не брать на себя чужую ответственность, просить о чем-либо. Да, человек нуждается в чем-то, он просит. И ребенок имеет право устанавливать свои приоритеты, он может больше уделять внимание, скажем, рисованию, при этом не уделить внимания мотивации. Да, его интересует рисование. Это его право устанавливать приоритеты. Он математику чуть-чуть догоняет, а вот в рисовании уделяет больше времени. Это его приоритеты. Рассчитываясь на то, что вас слушали и относились к вам серьезно. Каждый человек имеет право рассчитывать. ошибаться. Поэтому мы уважаем его и таким образом показываем. Каждый человек имеет право ошибаться. Ошибаться и учиться на собственных ошибках. Быть нелогичным, принимая решения. Потому что самые большие великие решения, открытия были интуитивными. Основанными на интуиции, они были вне логики. А потом уже логика дополняла вот этот пробел, пробел эту пустоту. А вот как оказывается. Потому что логика это протаренный путь. Но иногда к этой цели можно пойти другими окольными путями. Вот этот путь нелогичности может быть гениальным. И каждый ребенок, каждый человек взрослый может сказать, имеет право сказать, мне это безразлично. Потому что есть вещи, которые действительно безразличны. Как я рада, что у нас собрались такие учителя, которые готовы работать с такими детьми, воспитывать в них ассертивность, четкую личность яркую. И вот хочу привести цитату Марии Монтессори. Она что говорит? Секрет хорошего преподавания в том, чтобы рассматривать интеллект ребенка, как плодородное поле, в котором могут быть посеяны семена, чтобы вырасти в тепле пылающем воображении. У детей есть воображение, у нас, у учителей есть воображение. Наша задача увидеть в них наилучшие качества, в лучшем виде, как они раскрываются. И это будет как раз то, что нужно. Вот представьте, насколько прекрасны дети, насколько хорош этот ребенок может быть. и когда мы это видим, он считывает с нас вот эту информацию, он становится таким. Вот еще один умственно сталый ученый, вот для примера, да, Альберт Эйнштейн не говорил до четырех лет, его учитель характеризовал его как умственно сталого человека. Ну, смотрите, какая у него обаятельная улыбка и свои нелогичные открытия он сделал именно благодаря интуитивному подходу, нелогичным решениям. Мог ли быть он в школе нормальным, правильным ребенком, который сидит и отсиживает 45 минут ровно? Нет. Он все время смотрел туда-сюда, в окно, отвлекался, во время урока у него возникали истики, он делал не то, что надо. Смотрите, насчет Монте-Сори, да, она была в разводе до 7 лет, ребенок не жил с ней, но потом она вернула ребенка и ее сын продолжил начатое ею дело. Позволяйте детям делать свои ошибки. Почему? Потому что вот фраза Бернарда Шоу, если умыть кошку, она, говорит, уже не станет умыла, человек никогда не научится тому, чему его учат. Мы пытаемся его учить, а он не учит, а он смотрит, как мы делаем и повторяем. Он повторюшка. Вот что самое интересное. То есть, если мы будем проявлять уважение и поднимать их эмоциональное состояние все выше и выше, то девиация исчезла. Или хотя бы из отрицательной она превратит в положительную девиацию. И, друзья, на этом я заканчиваю. Да, Эйнштейн молчал, потому что думал о своем. Да, конечно, он молчал, чтобы его не прерывали своими комментариями. Когда ученик дерзи, забудьте о себе. Его слова не должны коснуться ваших чувств. Включите разум, попытайтесь понять, от какой своей боли хочет освободиться его раненая душа. Он не вас дерзит, он просто свою рану хочет как-то высказать. Поэтому я желаю вам терпения, мудрости в таком ответственном деле. На этом я заканчиваю сегодняшний лобинар, который затягивает технических проблем. Надеюсь, вам было понятно и вам был полезен этот вебинар. Да, не зря ждали. Спасибо, большое вам спасибо. Ну что ж, на этом мы сегодня заканчиваем. Павел Юрьевич, наверное, сегодня еще соединиться. Итак, друзья, вы можете сертификаты получить, у вас есть ссылки, где получить сертификат и так, вопросов больше не осталось. Ну что ж, дорогие друзья, до свидания. что вы, что вы, не не ли, вы, а не что вы, не с